В Совете Федерации опять заговоря о том, что надо бы урезать долю иностранных фильмов в российском кинопрокате. Буквально на прошлой неделе некто депутат Климов по этому поводу дюже сокрушался, не гоже сказал народный избранник, что в нашинских кинозалах ихние картины демонстрируют. 80% американщин, россиянский зритель смотрит, а потом тупеет, и мы удивляемся, почему убрать эту гадость, пусть отечественным кинотворчеством наслаждаются, пока только Климов об этом заикнулся, но он старенький, предпенсионный возраст у человека 64, видимо, раньше остальных своих коллег от праздничного запоя оправился, а дальше подозревая и другие деятели, неравнодушные к искусству мужчину поддержат. Многие ведь об этом давненько помявкивают, особенно режиссеры, всякие продюсеры. Они ж деньги теряют из-за конкуренции, сами, впрочем, снять ничего приличного не в состоянии в основном. А тут такая возможность, старичок из Совета придумал, как вопрос порешать. Классно же, зачем напрягаться, когда можно тупо запретить конкурента? Да что тут предлагать? А то пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять всё, да и поделить. Правильно, начинаем. Россия. А я вот тут в празднике сходил в кино на распиаренную российскую картину Т-34. Ребят, если ещё не сподобились, даже не дёргайтесь. Скажу честно, тупо денег, жалко, даже не так, жалко, жалко, жалко. Такого барахла я отродясь не видел, мой дед-танкист. Если бы о боном шедевре узнал, оскорбился бы по-настоящему, рассказываю суть. В одном из немецких концлагерей российским военнопленным выделили танки, устроили затем с этими пленными танкистами что-то вроде игры в казаки-разбойники, ну, чтобы немецкие экипажи могли потренироваться противостоять русским танкам. А пленные возьми, да угони Т-34-ку, ага, прямо из лагеря. Фашисты, за ними чуть ли не корпус пантер, в погоню послали роту пехоты, но наши, разумеется. Всех победили, при этом никто из героев не погиб, одного, правда, ранили, но выжил. А по дороге ребята ещё и девушку спасли, ну, короче, Рэмбо нервно курит в сторонке. Я вот, вы знаете, когда такие фильмы смотрю, радуюсь, как ребёнок, и понимаю, какие же немцы-лузеры-то на самом деле были, вообще воевать не умели. Непонятно, правда, как, блин, пол Европы и весь западный СССР умудрились завоевать и несколько лет, оккупировали те земли потом, хотя, чё непонятного, да повезло, наверное, просто точно. И мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут. Кстати, вопрос у меня тут образовался к господину Климову. Поясните нам, ущербным мистер-слуга народу, а почему данные киношедевры, я про Т-34, по-прежнему россиянам будет полезнее посмотреть, чем, скажем, штатовский список Шиндлера? Почему, если я на Шиндлера пойду, я тупею? А если вот этим ещё раз сяду насладиться, то ни в коем случае. Ладно, на данный вопрос депутаты вряд ли что-то, окроме МО, ответят. И вот теперь серьёзно. Друзья, вы часто меня спрашиваете в комментариях, почему ты ничего не предложишь, по просьбам зрителей, пожалуйста. А давайте-ка устроим некий флешмоб. Вы выходите из залов, как только минуты на десятые осознаете, что фильм-то на самом деле, а ну, и идите в кассу с требованием вернуть деньги за билет. По закону вы имеете на это право. Я много раз так делал, и мне действительно мои рубли возвращали. А теперь представьте, что вернуть деньги потребуют миллионы зрителей по всей стране. Ну, во-первых, кинотеатры это было, а барахло тут же снимут с проката, признав его абсолютно провальным и убыточным, и это уже, в общем, неплохо. А во-вторых, может тогда хоть господину Михалкову, главе студии 3Т, а именно они это гэс-продюсировали, по шапке, наконец, дадут? Ведь картину-то сняли на народные деньги при поддержке канала «Россия-1». Фонды кино на наше бабло сняли. Я даже не знаю, как назвать-то это. Это реальная журналистика, почем опиум для народа тема сегодняшней программы. Поехали! Ну и теперь предлагаю о самом народе поговорить, а то мы все время что-то сидим, возмущаемся. Ай, как все плохо, ай, за дураков нас считают, ай, да геноцидом какие-то там мифические они занимаются. Ну, давайте прикинем, кто эти они и как они там появились. Ой, а их же выбирают, оказывается, люди. А, ты же не ходишь на выборы, потому что там никогда нет твоего кандидата. Смысл в таких выборах участвовать? Правильно. Ну, тогда я тебе расскажу одну историю. Дядька один тут жаловался. Меня все время обносят квартирные воры. Почему? Да замков в дверях нет. Ну, так поставь в замке. Нет. В магазинах не продают тех замков, которые бы мне могли понравиться, а то, что есть, я ставить не хочу. А, ну тогда жди, когда у воров совесть проснется. Да вы любого спросите. Где любой? Вот он. Не хотелось бы вам, чтобы ланцелот уехал? А то как же, это уж само собой. Или вот так еще бывает. А какой смысл ходить на выборы, если там уже все решено и все подсчитано как надо? Мы же понимаем, что идем играть по правилам мошенников и надеяться выиграть в такой игре. Ну, как минимум, глупо. Значит, долг каждого честного человека не явка. Активный бойкот. Единственный способ не проиграть в дерзочек, это не играть с ним. Если пойдете, вы поддержите этот обман. Да-да-да, и на первый взгляд, действительно, выиграть у Шулера, играя по его правилам, ну невозможно. С этим я абсолютно согласен. А вот теперь предлагаю посмотреть на ситуацию с другой стороны и хочу обратиться к каждому из вас. А ведь эти мошеннические правила не внезапно появились. То есть вчера их еще не было, а сегодня вдруг раз и есть. Оно, господа, происходило поступательно. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Несколько лет формировалась та жульническая избирательная система, с которой мы сегодня живем. А вот теперь вопрос, где был лично ты, когда отменяли порог явки и графу против всех? Что ты делал? Задавался ли ты вопросом, какими могут быть последствия? Нет. Ты тогда этим не интересовался? И еще вопрос. А где ты был, когда с 4 до 5-6 лет увеличивались сроки президентства, губернаторства, депутатства? Когда выборы мэров отменялись? Тебе опять это было неинтересно. А когда закон о муниципальном фильтре через парламент протаскивали, может быть, ты хоть тогда задумался и сходил выразить свой протест? Или когда закон о митингах меняли? Блин. А ты ведь тогда тоже был занят чем-то более для тебя важным? Стоп. Слушай, до меня дошло. Так это же ты, соавтор тех самых мошеннических правил-то, с твоего молчаливого согласия они возникли. А теперь ты пытаешься переложить вину на кого-то другого, мол, я тут ни при чем. Прости, дорогой. Но ты так же, как и ненавидимые тобою они, рыл эту яму, в которой мы все дружно сейчас оказались. Поэтому у тебя просто нет морального права болтать о каких-то там играх по правилам шулеров. Ты сам сдал тем шулерам все явки и пароли, активно помогал им и сейчас жалуешься. Нет. Так не пойдет. Тогда не захотел вмешаться в ситуацию, когда это было сделать намного проще. Значит, иди сейчас, расшибай лоб, помогая другим исправлять твои же косяки. Придумывай как, а то ноют они на диванах в носу, ковыряясь. Бжиф, бжиф, коррупция, ядра, разворовали всю страну. Бжиф, на улицу страшно выйти. Сына, я пришла с работы. Ты опять весь день дома просидел. Сходил бы на улицу, погода хорошая, одноклассники там твои гуляют. Мам, некогда мне, я тут с коррупцией борюсь. Бжиф, власть обкрадывает простых людей. Безработица душит страну. Ты уроки сделал? Мам, ну потом, сейчас тут некогда. Вообще нафиг школу. Каждый день одно и то же. Учиться надо. Вырастешь, сможешь семью свою кормить, обеспечивать. Зарабатывать придется. Ага, вот свергнем действующую власть. Тогда и заживем. Зарплату сами себе будем назначать, какую захотим. Никто нам не указ. А то и вообще не будем работать. Заберем обратно наворованные у нас миллионы. И раздадим их всем. Ага, вот заживем. Бжиф, а, ядром ведро. Ага, смешно. Ну и чтобы уж совсем жизнь медом не показалась, хочу продемонстрировать вам еще одно убойное кино от нашего президента. Кстати, хоть и старенькое, но тоже пиплс хавал. Теперь угадайте по какой причине. Именно опять потому, что я этим не интересуюсь вообще. Упала стоимость рубля. Он немножко обесценился. Ну, на треть. На треть, на 30 процентов. Вот смотрите. Мы раньше продавали товар, который стоил один донор. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличили. И это говорит президент. Фантиков-то мы больше получаем, когда рубль обесценивается. Ага. А еще можно в томных песка или листвы бюджетные поступления считать. Там-то вообще ух. Впрочем, это уже совсем другая история. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в YouTube ссылка сверху. Больше полезного и интересного. Дальше сами все знаете. На канал подписывайтесь. В соцсетях жду. Ну и темы тоже жду. Все. Пока. Пока. Вот я за всю жизнь первый раз вижу такое, что человек... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.